Сириль Ганн на всех парах мчится навстречу поясу чемпиона UFC, француз провел в последних двух боях все отведенное время, по 25 минут, показав отличную выносливость для тяжелого веса, и добавив к доминирующей победе над Джорджинью Розенстройком уверенное выступление против Александра Волкова. Россиянина называли перед встречей очень серьезным соперником для Сириля, но француз, несмотря на существенную разницу в опыте, смог превзойти своего визави. По большому счету, у Александра не нашлось ответа на скорость и отличное чувство дистанции Сириля Ганна. Особенно ценна победа француза тем, что он добился ее в стойке против базового каратиста Волкова, хотя ожидалось, что если и Ганн выиграет этот поединок, то только за счет борьбы. После победы над Волковым Ганн заявил, что собирается идти на самую вершину дивизиона, а именно за чемпион сиким поясом. И кажется, с французом придется считаться всем, включая действующего чемпиона Фрэнсиса Нганну. Сириль обладает очень хорошей выносливостью, отлично выбирает дистанцию, и прекрасно защищается от ударов. И если Фрэнсис не сможет хорошо попасть по Ганну в первые минуты боя, то его наверняка ждет участь Розенстрайка и Волкова. Да и Сириль с каждым боем только прибавляет, так что скорее всего он сможет нас удивить еще чем-то. Чтобы понять, насколько грозной силой стал Ганн в тяжелом весе UFC, следует обратиться к статистике. После победы над Волковым победная серия Сириля в клетке достигла шесть поединков, и она является самой длинной среди всех тяжей UFC на данный момент. Даже сам Нганну выиграл, всего пять боев подряд. Одержав шесть побед в первых шесть поединках в UFC, Сириль Ганн повторил успех Кейна Веласкеса, Джуниора Дос Сантоса, Фрэнсиса Нганну и Рэнди Кутюра. И самое любопытное, что все перечисленные бойцы стали чемпионами UFC, так что не будет ничего удивительного в том, что к серии побед в Сириле Ганна добавится еще и чемпионский титул. Причем три последних соперника французов ходили в топ-10 рейтинга. Без сомнения, Сириль уже сейчас заслужил драться за титул, но учитывая то, что в тяжи поднялся бывший чемпион полутяжелого веса Джон Джонс, и в обойме остается бывший чемпион дивизиона, Степи Мячич, далеко не факт, что следующий бой для непобежденного француза будет чемпионским. Скорее всего, до этого Сирилю придется одержать еще одну победу. Так как Ганн почти наверняка не будет ждать долго, а следующий чемпионский бой между Нганной и Льюисом еще даже не назначен, и скорее всего пройдет только в августе, Сирилю придется выступить еще раз. Но все дело в том, что этот бой наверняка будет против спортсмена ниже рейтинга. Степи Мячич вряд ли согласится на встречу с Ганном, а Джонс собирается дебютировать в тяжах, сразу матчем за титул. А драться с бойцами, которые ниже в рейтингах уже Сирилю не стоит. PS, уже после написания практически всего текста было объявлено, что Сириль Ганн проведет бой за временный чемпионский титул против Дерека Льюиса 7 августа 2021 года. Возникает вопрос, а с кем же тогда будет драться действующий чемпион Мганну? Наверное, все-таки с Джоном Джонсом. Похоже, тяжелый вес сейчас становится одним из самых интересных за всю историю существования UFC. Спасибо за прочтение. Если вам понравилась статья, то ставьте «нравится» и подписывайтесь на канал. До новых встреч на «Записках Див». Анного спортсмена. Анного спортсмена. Анного спортсмена. Анного спортсмена. Продолжение следует...